Красиво, но опасно. Такими словами местные жители отзываются об улице Боголюбова. Над домами нависают старые деревья. Массивная ветла, по словам людей, может сломаться от сильного ветра. К счастью, на прохожих ветки еще не падали. Однако до трагедии недалеко, говорят местные жители. К тому же ветки нависают и над линиями электропередач. Сама улица Боголюбова находится вдалеке от центра города, поэтому у людей складывается ощущение, что про них просто забыли. Старожилы говорят, что капитальный ремонт дороги здесь был только в 1984 году. С тех пор проводят только ремонт ямочный, поэтому само полотно больше похоже на решето. Автомобили стараются объезжать ее по тротуару. На самих машин здесь бывает достаточно. У нас дорога, она как бы не центральная, но в час пик здесь объезды совершают машины постоянно. Вереница машин то сюда, то сюда снуют. Дорога в крайне плохом состоянии, вся разбита. Ее латают туда-сюда, понимаете, но это все как бы ямочный ремонт. В самом начале улицы Боголюбова вообще нет тротуаров. Здесь людям приходится идти в считанных сантиметрах от автомобилей. А движение тут не самое спокойное. Пешеходы рассказывают, что такая ситуация складывается не первый год. И проблема эта никак не решается. Чуть выше по улице тротуар есть, однако здесь появляется другая проблема. Отсутствуют канализационные люки. Местные жители рассказывают, что воруют их неоднократно, поэтому многие заменили металлические крышки на бетонные. Но самая большая проблема связана с самими домами. Уже несколько лет подряд здесь регулярно отключают электричество. Происходит это хаотично, без оповещения жильцов. И страдают от этого все. Молодежь строится, ставит новые газовые аппаратуры, которые без электричества не работают. Ну хорошо еще летом, но летом тоже. Воды нет горячей, не помыться, ничего. А уж что зимой, это вообще беда. Если на несколько часов отключают, газ не работает, воды горячей нет, нигде нет. Весь дом холодный. На ремонт бытовой техники уходит много денег. Из-за отключения электричества из строя выходят помповые насосы, размораживаются холодильники с едой. За неполных два летних месяца многие жители уже потратили около 15 тысяч рублей на ремонт оборудования. Проблема еще и в том, что после отключения электричества дозвониться в службы города невозможно. Звонил в электросеть, дозваниваюсь, там отвечают, что там ремонтная работа. Я, конечно, все понимаю, но слишком часто. И туда дозвониться невозможно. Никто не отвечает. Они трубку там кладут, что ли, я не знаю. Никто трубку не берет совершенно. К сожалению, причины отключения электричества не знает никто. Некоторые грешат на строительство новых домов, а другие – на ремонт. Вот только настоящая причина неизвестна. Местные жители говорят, что они ничего не имеют против этих отключений. Они просят об одном, чтобы их предупреждали заранее. Но до сих пор, уже несколько лет подряд, никаких объявлений не вывешивается. Как долго людям страдать от этой напасти, также неизвестно. Улица Боголюбова названа в честь Николая Ивановича Боголюбова, актера театра и кино. Долгое время он учился и работал в Рязани. Сейчас на том месте, где стоял его дом, находится пустырь. И подобное происходит с самой улицей. Про красивое место его жителей просто забывают. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».